Начало застройки на склоне Сапун-горы в марте 2015 года заметил севастополец Александр Ступак. 15 марта, проезжая здесь на велосипеде, увидел, что ведутся какие-то работы, слышен звук пилы. То есть решил подойти посмотреть, узнать у людей, что же происходит. Мне ответили, мне хотя ответили, что земля находится в частной собственности, и они начинают какие-то строительные работы. Именно он сообщил в полицию о нарушении, но после выезда наряда выяснилось, что предъявить какие-то обвинения не представляется возможным. Григорий Донец, будучи руководителем рабочей группы при правительстве Севастополя, по недопущению государственной регистрации прав недвижимости, выданных с нарушением законодательства, пытался остановить захват территории. По вине Главного управления культуры и охраны объектов культурного наследия, охранная зона для этой территории не установлена. Хотя специалисты управления по охране объектов культурного наследия и заповедника Херсонес-Таврический предъявили артефакты, которые говорят о том, что здесь охранную зону установить необходимо. Пока проверки шли, строительство продолжалось. Теперь на склоне прямо поверх окопов размещается кафе «Дикари». Слева от входа найденные во время строительства предметы времен Великой Отечественной. Поле битвы, сплошная братская могила для тысяч советских солдат, освобождавших Севастополь, в наши дни превратилась в дачно-строительный кооператив. Двенадцать из участков сейчас находятся в суде. Оспаривается правомощность выдачи государственных актов на эту землю. Ведь предыстория какая? Это является землями лесного фонда. И когда выделял 39,2 гектара ЖСК «Слобода», было нарушено действующее законодательство на тот период. Но, к сожалению, тогда никто на это внимания не обращал. Кафе обрастает инфраструктурой. Уже на землях лесного фонда появляются накатанные дороги. Расчищается место для парковки автомобилей. По оценке Григория Донца, другие участки, бесплатно выданные в 2009 году жилищному кооперативу, вернуть городу все-таки возможно. Кроме того, по словам представителя Общероссийского народного фронта, губернатор Севастополя Сергей Иванович Миняло наконец-то дал поручение правительству разработать постановление об определении охранных зон на все объекты культурного наследия Севастополя. Это поможет спасти от хаотичной застройки другие памятные места.